Добрый день, уважаемые друзья, телезрители YouTube. Сегодня бы мне хотелось рассказать про встречи с шатунами, с медведями зимой, в своих избушках. Я вот прожил уже, 64 год мне идёт, 63 было. Я с 58 года, 24 сентября родился в Ляге. И вот сейчас я вам расскажу историю, которая случилась со мной уже давно. Вот в этой избушке меня это, чуть не задавил медведь, шатун. Сейчас я вам подробно всё это расскажу. Это было Пётр Романович с Валеркой, с Геррисом поехали на оленях на встречу, а я на Буране приехал в избушку ждать. Должны были встретиться тут, на неё поехать, поохотиться с собаками. Они собак повезли, а я повёз продукты на Буране. Привёз продукты в избушку. Ночь и капканы расставлять пошёл, с собаками охотиться собрались. Ну, капканы по пути расставить. Вечером по рации, вот рация у меня, позвонил Пётр Романович и сообщил, что в мою сторону пошёл медведь-шатун большой. Ну, и я на следующий день поехал, откуда он, говорит, Саньё начал подниматься в твою сторону. Они стояли от меня километров 30 уже, подъезжали. Ну, это, говорит, будь осторожен, предупредил Пётр Романович. Ну, и чё, на второй день я поехал посмотреть следы этого шатуна. Взял капканы с собой, карабин взял и поехал. Километров 10 проехав, я увидел точно, что шатун идёт в сторону моей избушки. Уже до избушки осталось 10 километров. Но, услышав Буран, он свернул сразу в сопку звук Бурана. Я развернулся сразу тут же и поехал в свою избушку. Поехал. Приехал, сразу расстроился сильно. Да и страшновато в шатуны. Шатунов в тот год очень много было у нас. Везде с этими... Начали тут строительство, проекты, железные дороги начали строить, просеки рубить. И много техники очень ездило по тайге. Тяжёлые медведи просыпались от их. Это было в Алданском районе. Начали ходить по тайге, просыпавшись. А уже зима, залечь не могут. Пищи нету зимой. Ни ягоды, ни грибов, ничего нет. Они начали бить наши избушки, ходить. Ну, приехав домой, я сразу в избушку, вернее, достал корабель. Свой вот этот вот боевой корабель. Поставил в изголовке около рации, прямо где я сплю. Около окна. Видите, вот какое окошко у меня. Окошко в то время было ещё с аллофаном. Это я потом уже стеклопакет поставил на это место. Ну и почистил его, высушил. Патроны в пять штук зарядил. Поставил около рации. И наколол, дров занёс. Дрова занёс всё. Вечер длинный, ёлкино. Стемнеть начало к вечеру. Не спится. Долго не мог уснуть. Вообще. И переживаю, сижу. Подойдёт он, не подойдёт, ёлкино. Всё равно, шатун, если учил человека, он должен обязательно прийти. Старики так говорили. Последующих недалеко где-то. Ну, долго не мог уснуть. Ворочался, ворочался. На постели на свою уснуть долго не мог. Ещё же вы думаете, уснул утомлённым беспокойством. Я уснул, видать, после 12 часов. Где-то до 12 не мог уснуть. Заснул. Проснулся я от какого-то шороха. Вот где сплю, вот с этой стороны. Вот здесь вот, около визголовка, шорох услыхал. А вот эти фонари, вот видите, всегда лежат в изголовке тоже. Я одел фонарик надлобный, сразу вот так вот пристегнул его. Спал в кальционах, избушка холодная, ещё не нагревшая. Вот так вот включил. В фонаре крикнул, кто? И сразу тишина, шорох прекратился, шуршал снег. Потом слышу шаги в сторону окна, отсюда он подошёл к окну. Я схватил сразу карабин поближе, передёрнул, заряженный же был, передёрнул его. И держу в руках его вот так вот. Вдруг удар, салфан лопается. Смотрю, медвежья лапа. Я отскочил сразу от окна Ёлкина. Он начал, лапа длинная у него, передняя, начал сбрасывать со стола, видите, стол рядом, мой стоит с окном, посуда вся посыпалась на пол, сразу начали кружки полетели, продукты, миски всё это начало падать. Я отбежал сразу от стола, чтобы он меня не поймал-то. Отскочил сразу, посмотрите, вот так вот. Отскочил к печке. Избушка очень маленькая, 3 метра всего, 3 на 4. И это. Вот, посмотрите, моё жилище. Вот, в этой стороне медведь прямо в изголовке начал копать. Учуял я, видать, уставший за ночь, бессонным, утомлённым сном, видать, храпел или что ли. Копался он прямо вот в этой вот, в моей подушке вот тут вот, в этом месте он копал, шорох был. Подбежав, я отскочил сразу от окошка, чтобы безопасность, если он, думаю, залазить начнёт, отскочил, взял в руки карабин, схватил и стал вот так около окошка. Посмотрите, вот как я стал. И стою. Вдруг слышу, он начал урчать потихоньку. Учуяв человека, он стал рычать. Я это сразу стою на изготовку вот около окошка. Вот так вот. Он начал рычать. Потом, заревев, ударил опять ногу переднюю засунул и начал ей шариться вокруг. Уронил всё с этого, со стола и начал искать меня. Учуяв человека, он потерял разум от голода, видать. ну, человек, для него это пища, подумал он, голодный, и начал лезть и засунул вот так вот руку, и стал, смотрю, шариться вот так вот вокруг. А я стою тихо, ну, метро избушка очень маленькая, елкины, небольшенькая избушка, вот посмотрите, какая избушка, всего 3 метра, куда бежать, некуда уже выскакивать. Карабин в руках, он заревев, начал залазить в избу. Карабин я сразу выстрел, смотрю, голова засунулась, и нас заревел. Вообще, очень страшно стал реветь, елкин, смотрю, пасть открытые, слюни долетали до меня. Я стоял от него метра два всего вот так вот, стоял на изготовку, смотрю, он открылся, и язык, и зубы вижу его, и фонарь-то вот так вот светит, и там лес, смотрю, там кусты, ау, этот, целлофан лопнул, половинки остались, медведя самого не вижу, только голову вижу. И начал это, чтобы меня сожрать в этой избе, начал искать. Я перепугался, онемел от страха, елкин, и когда он полез уже, начал голову засунуть, открыл рот и заревев, учуяв, что это, человек в избе, потерял вообще. Я напугался до того, и стоял, смотрел на него, рот открылся, в это время я нажимаю на спусковой крючок с этого ружья, сразу на спусковой крючок нажал, даже не цель с ней приподнял, прямо в открытый рот выстрелил. Такой грохот, я от грохота этого оглох вообще, выстрел от карабина в маленькие избушки, уши зазвенели, звон, только услыхал звон, и всё затихло. Ничего не могу сообразить, елкин, выстрел уже сделал, медведь упал, смотрю, он упал туда головой вниз, а я глаза закрыл и за уши держусь, оглушенный от выстрела. А потом, постояв, кое-как очнулся маленько от выстрела, начал смотреть, вот так вот, потихоньку подошёл, боюсь, вот так в окно посмотрел, медведь, смотрю, лежит. Вот так посмотрел, он от окна, мне его видно, лежит на спине, я пошёл, задом опять в избушке к печке, вот такая, вот она вот печка вот так стоит, рядышком вот, посмотрите. Тут у меня чайник один, и это, отошёл, целлофан лопнул, а день был морозный, вообще морозный был, где-то 40 градусов, первые морозы пошли. И стою, ёлкин, ветер от этого дует, холод вернее, замёрз, замёрзли ноги. Я босиком в кальционах с карабином стою, и ничего не слышу вообще, оглушённый. Потом, когда ноги замёрзли, я это, хожу по мокрому что-то, и у меня начали мёрзнуть ноги. Без носков стою в кальционах, потрогав, я понял, что случилось, конечно, извините меня за откровенность мою. Пол мокрый стоит, кальционы мокрые, вообще. Стал, подошёл к постели, рюкзак висит, также вот, посмотрите, вот тут с этой стороны мои эти вещи. Рюкзак вот так вот тоже лежал, с бельём вот в этом месте висел. А там у меня запасные сухие кальционы были. Кальционы достал, быстро переоделся, кальционы снял, достал сухую одежду, одел быстро. Взяв одеяло, подошёл к окошке, у меня гвозди там были, вот здесь, где подоконник, гвозди были рядышком. Ну, на столе всё разбросано. Сразу забил одеяло на окошко, и пересилив себя, я вышел на улицу, открыл дверь, вышел, посмотрел, медведь лежал бездыханно, здоровый большой шатун лежал. И я смотрю на его, и зашёл в это быстро в избушку. И где-то это было в 5 утра он пришёл, до рассвета ещё далеко, быстро затопил печку, она уже начала прогорать, холодно стало в избушке от дыры, остыло, быстро оделся, вышел, рассмотрел медведя. Это был очень крупный медведь, самец, зашёл в избушку, чай поставил, греть сразу, напившись чаю, я решил, посмотрел, что шатун. Утром я начал охолодно, тогда буран ещё у меня не залазил в избушку. Ну, на маленький и так загонять, я вырезал, потом уже в избушке дверь загонял, после этого случая разжёг лампу паяльную, обычно паяльная лампа, отогреваешь цилиндры, расцвело, когда взял фал длинный, подошёл, начал его прихватывать, подошёл, ну, с фонарём вот с этим, разрезал ему живот, грудь, вытащил желчь, а остальное на рассвете отбуксировал подальше от избушки, где сушняк. Нарубил сушняка, зажёг его и сразу запалил сушняк. Ну и оружие сейчас всегда держу в избушке, очень много шатунов появилось в Алданском районе, и волков развелось. Борьба с ними сейчас не ведётся, вообще ни с волками, ни с шатунами. Шатуны вот зимой ходят, иногда пытаются их добыть, но они это, не получается никак. А волков развелось очень много у нас тут в Якутии. А в Алданском районе олени, таёжные места тут, не как в тундрах пасти, там пасти-то легче видно. А в тайге разбредаются олени, они там их давят весной. Молодняк ловят, телят ловят сразу, и вообще, короче, поголовье оленя стадов начало уменьшаться резко. Вот такие вот дела. Раньше, например, кадровые охотники были очень обеспеченными людьми, уважаемые были в совхозах, вернее. Зарплата была очень хорошая у кадровых охотников, а сейчас люди вообще, никто даже внимания не обращает на охотников. Они начали, все работы нету, горючка очень дорожает постоянно, патроны очень дорогие стали. Сейчас вот многие охотники не стали даже ездить на свои участки общиновские. Вот я один езжу с Пётром Романовичем Юлкиным, но цены вот вроде как подняли нынче, говорят, а так цены очень слабые вообще по приемке Соболя. И очень охотники сейчас обеднели, можно сказать, не в состоянии прокормить свои семьи, детей. У охотников всегда много детей, трое, четверо детей и больше. Раньше не в состоянии обучать своих детей после школы. Нам нужны деньги, чтобы даже за пределы республики отправить, а денег нету ни у кого. Вот такие дела. Я обращался в департамент охотничьего хозяйства, чтобы поддержку хоть какую-то охотникам кадровым. Раньше Сахабулт, когда занимался, нам компенсацию выплачивали на Соболей. Выплачивали, выдавали, вот рации выдали мне. Вот сколько лет рацию я ей пользуюсь. А сейчас ни компенсации, ничего. Стали, вот Сахабулт вообще развалил сейчас. И вот не знаю, как сейчас жить охотникам. Раньше, говорю же, вот, что раньше они были обеспеченными, уважаемыми людьми были, а сейчас превратились в нищих, можно сказать, охотники превратились. Раньше хоть стрелять, медведя, например, стреляли охотники-любители русские, где, увидят, регулировали отстрел медведя хорошо. Охотники сами отстреливали. А сейчас штрафы большие, люди очень боятся, даже видят очень много медведей. Но никто не стреляет. Сколько я прошу, лицензии я всегда беру на регулирование в департаменте. Говорю, если увидите, вот тут подстрелите, я сам приеду, обдирываю. Вот только застрелите, если увидите. Ну, люди боятся очень. Если поймают, говорит, большие штрафы, никто не стреляет. Сейчас любители охотники. Ну и охота вот так пошла на авось. Уважаемые мои друзья, любители, охотники, все, кто вот меня смотрит сейчас по ютубу, я еще расскажу про шатунов, сколько встреч у меня было с шатунами, с волками тоже сколько. Очень много задавленных изюбрей по тайге, вот ездишь когда на буране. Ужас, елкино. Изюбрей, лосей давят. А все сваливает. Госохотинспектора говорят, это охотники выбивают. Охотники сейчас вообще в лес не ездят даже. Это я езжу по 400 километров. Две бригады сейчас нас осталось. Вот кадры охотников с этих, ну, общиновские. Какие могут охотники выбивать изюбрей? Я один никого не вижу. Выезжаю один, заезжаю один. Вот до того обеднели охотники, что заехать не могут в тайгу на охоту. Ну вот, всем спасибо. До свидания. Еще до встречи. До свидания.